всем привет вы на канале look tool и сегодня мы с вами поговорим о дисках на бензотриммер какие они бывают как их выбирать и отличать вот для чего они нужны собственно об этом и будет наш разговор прежде всего конечно же диски бывают у нас победитовые и не победит вы и просто стальные данное видео будет именно про стальные диски победитовые диски мы обсудим следующем видео прежде всего конечно же все диски предназначены для кошения травы бурьяной порослей с каких-то серьезных больших высоких кустарников и всего того что растет у нас в огородах на дачных участках и просто где-то на лугу первый какой бы я хотел с вами обсудить диск это вот такой вот диск или нож двумя лопастями данный нож имеет две длинные широкие режущие части заточенные по всей своей длине что обеспечивает высокую скорость вращения соответственно он очень быстро срезает у нас высокую траву и она не успевает намотаться нам на редуктор вот некоторые фирмы даже комплектуют таким диском свои косы изначально прямо вот как говорится в базе следующий диск у нас похожий на двухлопастной только имеет третью лопасть вот чем он у нас будет отличаться то же самое у нас также будет срезаться и не успевать наматываться но при этом третья лопасть у нас обеспечивает более как стабильную такую работу и меньше будет втыкаться во всякие там кочки пыри и пни и все такое но это диск тоже самое предназначен для травы средней высоты и высокой травы желательно не рубите поросы потому что она будет забивать нам грани острые и не рубить какие-то толстые такие вот колючки бурьяны также при выборе диска надо обращать внимание но на качество стали и вот у меня есть простой дешевый китайский диск он стоит примерно 250 рублей вот и сразу видно что он и потоньше у нас гораздо и качественно похоже здесь у нас толщина на полмиллиметра примерно потолще заточка гораздо качественнее выполнена и де соответственно прослужит такой лучше и дольше следующий нож у нас ребят это вот такой вот трех лопастной нож с короткой режущей части но при этом сам такой толстый мощный вот этот нож у нас рассчитан специально для жесткой густой переросшей и какой-то заветвленный такой вот летущейся травы вот он будет очень хорошо для нее у нас и предназначен следующий нож у нас такой же как предыдущий но 4 лопасти имеет соответственно принципе задачи те же самые вот но за счет четвертой лопасти он уже более стабилен и меньше ее будет измельчать больше как бы стягивать вот это у нас нож для таких целей он также толстый короткая режущая часть вот для плетущейся жесткой такой травы предназначен простой четырех лопастной нож он имеет специальные углы наклона что позволяет нам срезать траву и во время срезания ее отбрасывать сторону соответственно она будет меньше скапливаться у редуктора и таким ножом можно даже скидывать в волки сена то есть можно даже косить и сена ну и как бы и обычную траву соответственно высокую тоже можно им обрабатывать так далее специальный нож для сена это вот такой вот нож он имеет короткие режущие части вот такие вот небольшие и очень широкую такую мощную плоскую поверхность благодаря которой он как бы отбрасывает срезанные стебли и траву всю отбрасывать и складывать в волоку очень часто люди приходят и говорят нам нужен нож для заготовки сена вот именно вот этот идет стеновой нож и мы его как бы советуем для работы именно стенам вот чтобы вкладывать в волки следующий нож у нас идет ну даже так наверно лучше сперва с крупными зубьями это у нас идет по сухой такой сухо стою сухой поросль сухая бурьян сухой и в общем все что сухое засохшее большое вот это он уже будет грызть этими зубами мощными вот и также откидывать сторону зуб не имеет никаких напаек имеет просто заточку и соответственно его можно будет подточить случае повреждения там одного или нескольких зубов следующий нож имеет практически такое же назначение у нас тоже предназначен по сухостою но только более мелкий зуб позволяет справляться с более толстой такой вот там большими каким-то порослями сухими ветками сухими ну и сырыми соответственно тоже вот и трава обычно как бы он тоже будет косить особенно если эта трава не просто там какая-то мелкая со всякими бурья нами там всевозможные колючки это вот здесь для этих целей следующий у нас специальный диск для кустореза он предназначен у нас именно для мощного кустореза который будет у нас раба справляться с кустами с большими с толстыми ветками вот при аккуратной работе можно спилить очень толстую там вплоть до 20 миллиметров ствол дерева вот ну конечно это надо очень аккуратно делать но в принципе можно также может нож этот можно подтачивать вот он не имеет победительных на таком иметь и вы можете самостоятельно его точить напильником и спокойно работать по кустарником всевозможным вот такое вот сегодня видео ребята она же конечно у нас разные вот теперь по поводу того какой нож выбрать первое вы должны обязательно посмотреть на мощность вашего триммера нельзя ставить слишком тяжелые и мощные ножи вот такого плана на совсем слабенький триммер 800 ватт 600 500 и тому подобное это будет убивать и триммер и редуктор и все что с триммером с вашим связь надо подбирать ножи по размеру на маленький триммер и все мы берем 230 ножи на все мощные можно брать как 230 так и 255 вот внутренний диаметр современных триммеров практически у всех одинаковые 25 и 4 миллиметра и так ребят покупайте ножи хороший качественный с хорошей стали хорошо заточенные и ножи применяйте по назначению это что касается видео про ножи не имеющих твердосплавные напайки следующее видео у меня будет про ножи с твердосплавными напайками чем они отличаются и для чего они предназначены подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем удачи пока пока пока